Ветер встречный, сцепление с землей. Ил-76 прорвался сквозь снежную завесу. Долгожданный борт с командой полярников прибыл из Москвы. В аэропорту Мурманск приземлился самолет с полярной экспедицией, которая в ближайшее время отправится уже в 15-й раз на строительство аэродрома «Северный полюс-2015». Турбореактивные двигатели умолкают. Первым по трапу спускается командир. Среди встречающих все знакомые. Ведь за всю историю полетов в Арктику состав экспедиции кардинально не менялся. Поэтому при встрече обнимаются как родные. Теперь все в сборе. Спасатели-парашютисты из Мурманска, Москвы, Волгограда и Воронежа. Север полярников встретил порывистым ветром и снежным бураном. На долгие беседы времени нет. Работы предстоит много. На борт нужно загрузить несколько десятков тонн груза и доставить на Северный полюс. Дели-дели хорошо, погода хорошая. Поэтому я думаю, что и в предстоящей работе мы тоже будем... Пленки, Геннадий Михайлович, пленки. А у нас ничего не меняется из года в год. Уже 15 лет ничего не меняется. Трактора привезли, бочки, парашюты, все. Тот же исполнитель и те же. Что мы сейчас составили? Абсолютно. У нас очень постоянный коллектив. Один день на отдых, снова сборы и в путь. До макушки земли с техникой и топливом. Для строительства аэродрома воздушному судну предстоит преодолеть 3,5 тысячи километров. На боевой открывается рампа. Остались секунды. Волнение в груди. Но мы готовы. Ждем команды. Верим, что вновь его победим. Пошел. Наконец-то в последние метры прыжок. Через секунду за тенью от рампы. В груди встречаем поток. Там на борту осталась Россия. Падаем снова вдоль мира оси. Ну, это отрывочек из большой поэмы. За полярной столицей глубокая ночь. Отправка борта откладывалась практически сутки. Погода диктовала свои условия. Но вот Северный полюс готов к встрече полярников. И через несколько минут военно-транспортный самолет Ил-76 вылетит в район строительства полярной станции. За 15-летнюю историю полетов в район полярной станции Ил-76 ночью вылетел впервые. Экипаж вновь поднимается на борт и после набора высоты приступает к работе. Надо проверить прочность крепежей на платформах с оборудованием и личными вещами. А еще перед прыжком на льдину нужно одеться потеплее. Мы когда ходим по улице, мы ходим не в том, в чем прыгаем. Поэтому, когда мы попадаем на самолет, мы уже переодеваемся в прыжковую одежду. А личные вещи, которые остались, мы зашвартовываем уже в нашей платформе, на которой находится весь репетиционный груз. Потерь вещей в свободном падении, признается парашютисты, не случалось. Свои рюкзаки швартуешь всегда надежно. До макошки земли путь 3,5 тысячи километров. Лететь 4 часа. Поэтому пока можно поспать и набраться сил. Как это возможно при шуме турбореактивных двигателей, для новичков загадка. Вот что значит многолетний опыт. Пока экипаж отдыхает, на плите закипает вода. Запахло копченостями, значит в меню на этот раз будет солянка. На самом деле рецепт классический. 2 килограмма картошки, 2 батона колбасы, копченые куриные ножки, соленые огурцы и лимон. 15 литров наваристого супа хватит всем. Плотно покушать перед прыжком нужно обязательно, как положено по технике безопасности. О здоровье парашютистов заботятся и во время полета, и на земле. Предполетный осмотр всего лишь пульс, давление, температура, катаральные явления, жалобы. В полярной аптечке зеленка, аспирин, средства от ожогов и обморожения. К суровым условиям и подготовка тщательная. Хотя бывают и непредвиденные ситуации. На счету Евгения Бакалова свыше 6 тысяч прыжков. Говорит, бывало, что и парашют не раскрывался. Но главное в этом – быстрая реакция и строгое следование инструкциям. Не сказать, что это мы такие смелые. Все равно есть тревога какая-то, много неизвестного там есть. Но все-таки мы все знаем и думаем, что все будет хорошо. Горячая. Когда летишь в сторону края света, время в полете утекает незаметно. Вот и солянка готова. Ну что ж, попробуем, что кушают настоящие полярники. Калорийно. Очень вкусно. После плотного обеда времени на отдых нет. Полчаса и самолет сбрасывает высоту. Начинается первый этап десантирования. До географической точки Северного полюса осталось всего 30 километров. Самолет находится на высоте 300 метров от земли. Именно сейчас начинается выброска груза. Раз, два, три, два. С малых высот в триполюсный район первым делом выгружают топливо, палатки и продукты. После этого самолет поднимается на высоту 1700 метров. Пришло время прыгать полярному десанту. Их 8 человек. Скорость на выброске 350 километров. Авиационный спасатель Владимир Плигин вспоминает. Перед одним из прыжков с его головы слетел шлем. С тех пор я приобрел вот этот видеошлем. У меня и камера здесь. И он очень плотно сидит. Суровые полярники и ботинки заправляют в носки с термозащитой, правда. Шлемы на месте, страховочные тросы закреплены. Легкая гимнастика и все на старт. Впереди 30 секунд в свободном падении, 3 минуты полета и земля. Проверка географических координат и команда полярников приступает к обустройству лагеря. Первонаперво нужно построить дом. У полярной экспедиции есть все необходимое, чтобы прожить на льдине месяц. И сразу после обустройства лагеря группа начнет поиск места для строительства ледового аэродрома. Вся операция десантирования прошла в штатном режиме. И так уже 15 лет. Каждый раз с волнениями, но без форс-мажора. Арктика не может надоесть. В север не может надоесть. Вот Новый год щелкнул, и у всех начинается такой аллергический зуд на самом деле. Все уже едут, все уже готовятся. Это болезнь, ну, в хорошем смысле этого слова. Успешное десантирование – это еще и работа всего экипажа Ил-76. Управлять самолетом в Арктике – особое искусство. Конечно, отличается. Ответственность гораздо больше, потому что, во-первых, визна безлюдная. И если какая-то ошибка с моей стороны будет, с стороны экипажа, ее исправить уже никто не сможет. Поэтому работа должна быть четкой, без ошибочной. За время полета в такой экспедиции самолет должен несколько раз менять высоты и угол тангажа для выброски груза. Первый пилот оценивает ситуацию по приборам, второй – визуально. Но любоваться арктическими пейзажами некогда. Какой он Северный полюс, особо не осознаешь, потому что весь экипаж сосредоточен именно на работе. А там, чтобы посмотреть туда или сюда, это единственное, что когда идет принятие решения о выброске, когда идет выбор льдины. Красота белоснежных просторов и экстремально низкие температуры. Опасность и романтика всегда вместе. Внештатная ситуация может возникнуть в любую минуту. Но быть всегда на грани эти люди привыкли. И каждый год ждут весны, чтобы вновь отправиться в опасное и завораживающее путешествие к макушке земли.